Я, Создатель, продолжаю передавать знания через человека из России, через моего помощника, а точнее, через моего посланника. Через Катрены, через образное представление, я формирую в вас образное мышление, мышление богов. Отец Абсолют Мир застыл в оцепенении, война растянулась во времени, люди не понимают, куда движение. Мир сегодня в руках темени, тьма тормозит преображение, люди не понимают, как быть, нельзя жить без движения, не устраивает никого быт. Кто-то в дворцах, а кто-то в халупах. Еще недавно все было поровну, были попытки все выстроить на паях, но эта идея пошла ко дну. Русь попала в рабство к Америке, холодную Русь проиграла войну. Народ Руси сегодня в истерике, победитель войны проиграл войну. Сколько погибло и ради чего? Победили родители, проиграли дети. Нет в стране ничего своего. Бог поэтому Русь печатью пометил. Создатель говорит о жизни. Короткая жизнь никому не нужна. Создатель скоро повторит трижды. Тогда исчезнет на планете нужда. Надо осознать необходимость. Русь должна подняться с колен. К злу надо проявить нетерпимость. Зажгите свечи и проведите молебен. Раньше было тихо и все понятно. Теперь в мире борьба за мир. Сегодня Создатель объявил внятно. Только Создатель для людей ориентир. Главный оппонент Америки есть Русь. Помните двухполярный мир? Люди знали все наизусть. Союз предлагал миру ориентир. Две идеологии против друг друга. Творение нового или рынок. Человек-бог никогда слуга. Кривая линия всегда пасынок. Проигравший войну пожинает плоды. Ему теперь диктуют условия. Надо сравнить планету с плодами. Не нужны миру никакие сословия. Рынок как раз наоборот. Он считает людей по доходам. Рынок по частям – это большой род. Нет равенства. Есть разные лишь доходы. Люди быстро опустились на дно. Ради быта пошли на приступ меня. Люди приспособились жить во зло. Главное – от совести в отступление. Русь приняла Бога заветы. Бог предложил людям десять ступеней. На каждой ступени надо дать ответ. Ступени – это к Богу движение. Людям надо подняться в небо. Десять ступеней – это небес конституция. Все прошлое уже небыль. Новый мир будет другой конструкцией. Люди должны поверить Создателю. Людей все равно ждет переход. Впереди уже ждет знаний Бога-обладатель. У человечества не будет обратный ход. Людям в единстве надо стать потоком. Эволюция – это основа основ. Нет в человеке зла истока. Человек – это Бог из небесных снов. Вы должны проявить смелость. Вы в Боге. Бояться вам нечего. У вас у всех от Создателя совесть. Вы в новый мир шагаете, как в вечность. Бог в вас, как и вы в Боге. Эта уверенность – есть успех в деле. В конце года надо подтвердить итоги. Вы поймете, что заслужили победу. Шесть месяцев умножайте на три. Это ваши шаги в небо. Вы поймете, как долго шли. Многие по дороге ушли в небыль. Теперь Бог переделает расписание. Ваш путь только прямо. Много времени ушло на ожидание. Остались позади. Не веря ямы. Аминь. Отец-Абсолют. Или Высший Космический Разум. 4 июля 2022 года. Катрен. Бог в вас, как и вы в Боге. Все этапы вами пройдены. Определен масштаб движения. Наступают предварительные дни. За человеком историческое решение. Осталось немного шагов. Время готовит преображение. Ожидается уже смена актов. И ускоренное к Богу движение. Жизнь надо увеличить значительно. За вами поколение и эстафетная палочка. Нет в этом ничего мучительного. Бог ожидает вас на десятой полочке. Вы пройдете все свои грехи. Америка уйдет с горизонта. Уйдут от идеологии рынка помехи. Вы победите без вилл и зонта. Полгода интенсивной работы. Ради страны люди пойдут на все. Кроме страны нет никакой заботы. Новое на Руси будет жневье. Создатель. Создатель.